Развивайте своё дело вместе с любимым каналом. Американские политики призывают бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Демократка призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту в отношении КНР в связи с регулярными репрессиями в Синьцзяне, которые Вашингтон называет геноцидом. Как могут главы государств приехать в Китай в свете происходящего там геноцида? Он продолжается даже сейчас. И возникает тогда вопрос, какое вы имеете моральное право защищать права человека в любом уголке мира? Пелоси считает, что спортсмены должны участвовать в играх, а вот главы государств присутствовать там не должны. В ответ на слова демократки представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пень Юй сказал. Интересно, что заставляет некоторых американских политиков думать, что они на самом деле обладают так называемым моральным авторитетом? Что касается вопросов прав человека, у США нет права ни исторически, ни в настоящее время выступать с огульной необоснованной критикой Китая. С призывами бойкотировать зимние игры, которые в следующем году должны принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Власти Китая содержат более миллиона уйгуров и других мусульман в Синьцзяне в так называемых лагерях перевоспитания. Сначала страна отрицала существование лагерей, а затем заявила, что лагеря – это мера против терроризма. Правительство Китая также обвиняет во многих других нарушениях прав коренного населения Синьцзяна, включая тотальную слежку, принудительную стерилизацию уйгурских женщин и разлучение детей с их семьями. США признали репрессии против уйгуров геноцидом 19 января 2021 года, в последний день администрации Трампа. К сожалению, страны исламского мира хранят молчание относительно происходящего в Китае, не говоря уже о призыве бойкотировать Пекинскую Олимпиаду. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.